Срок ремонта первого энергоблока будет сокращен. Плановая проверка выполнения на Смоленской АЭС программ обеспечения качества. Экологическая акция атомщиков. На Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 2014 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 5 июля находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 17 дней августа составила более 772 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 30 миллионов. С начала года выработано более 12,8 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 299 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС взяла на себя повышенные обязательства, оптимизируя сроки ремонта на первом энергоблоке таким образом, чтобы уже 1 сентября включить в сеть турбогенератор номер 2. Ранее планировалось 22 сентября. Над решением амбициозной задачи, поставленной концерном «Росэнергоатом», трудится свыше 1400 человек, персонал атомной станции и подрядных организаций. Чтобы изыскать дополнительные резервы для оптимизации сроков, открыт проект производственной системы «Росатома», охватывающий всех участников ремонта. Комиссия концерна «Росэнергоатом» в составе представителей Центрального аппарата концерна Калининской Балаковской АЭС и ВНИИ АЭС провела плановую проверку выполнения на Смоленской АЭС программ обеспечения качества. Эксперты посетили рабочие места персонала в производственных и обеспечивающих подразделениях, провели собеседование с сотрудниками на понимание ими целей и задач интегрированной системы управления и их роли в системе управления предприятием. Как отметил руководитель комиссии Евгений Панков, главный эксперт управления по работе с изготовлениями оборудования концерна «Росэнергоатом», цель проверки – экспертная поддержка в совершенствовании системы качества на Смоленской АЭС, сравнение показателей с результатами предыдущей инспекции, определение зоны развития и лучших практик. По итогам проверки деятельности атомной станции оценили по разным направлениям, как результативно и достаточно результативно, Смоленская АЭС понимает вектор развития и с нашей стороны будут разработаны и выполнены корректирующие мероприятия, направленные на совершенствование деятельности. В итоговом акте отмечены две положительные практики, рекомендованные к тиражированию на другие атомные станции. Одна из них касается наличия эффективного функционирования на Смоленской АЭС информационной системы наблюдения за работой персонала, которая обеспечивает простую и наглядную подготовку к наблюдению посредством автоматического создания электронного чек-листа наблюдений по выбранному виду работ и имеет функционал для анализа качества наблюдений. Вторая связана с обеспечением безопасных условий труда на азотно-кислородной станции цеха, обеспечивающих систем. Кроме того, эксперты отметили высокую квалификацию руководителей и персонала станции, их вовлеченность в работу, что положительно отражается на выполнении программ качества и международных требований в области обеспечения безопасности и надежности атомной энергетики. Смоленская АЭС организовала экологическую акцию в районе учебно-тренировочного комплекса «Скалодром». Под эгидой регионального департамента по природным ресурсам и экологии и неправительственного фонда имени Вернадского активисты, радеющие за благополучие окружающей среды, привели в порядок излюбленное место отдыха жителей и гостей Десногорска. По словам директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, для коллектива предприятия наряду с безопасной и надежной эксплуатацией энергоблоков приоритетами в работе всегда остаются рациональное использование природных ресурсов и забота об экологии на территории расположения атомной станции. От благополучия окружающей среды зависит здоровье населения и дальнейшее развитие региона. «Мы прилагаем все усилия для того, чтобы вся окружающая среда, где мы находимся, где проживаем на нашей территории, в нашем регионе, она соответствовала. Она радовала глаз, душу и дарила нам возможность находиться вот в том оазисе, в котором располагается город Десногорск. Это на самом деле жемчужина Смоленской области». На уборку после инструктажа, вооружившись перчатками, граблями, лопатами и мёртлами, вышли порядка ста человек. Сотрудники Смоленской АЭС, представители ветеранской и молодёжной организации атомной станции, Смоленская АЭС-сервис, администрации Десногорска работали с энтузиазмом, понимая всю значимость общего дела. Бригада за несколько часов собрали 220 мешков мусора, каждый объёмом 120 кг, 40 тысяч квадратных метров вдоль водохранилища и прилегающего лесного массива. Большая часть бытовых отходов – это пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые мешки. Самостоятельно справиться с переработкой выделяемых ими веществ природная экосистема смогла бы в лучшем случае через несколько столетий. Начальник отдела радиационной безопасности Смоленской АЭС Сергей Петров сообщил, что акция приведена в рамках федеральной целевой программы «Вода России», включённой в национальный проект нашей страны экологии и экологического марафона «Зелёная весна». Их цели – ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, эффективное обращение с отходами, сохранение биологического разнообразия, оздоровление водных объектов и воспитание экологической культуры у населения. Как известно, 80% мусора, который скапливается на берегах, попадает в водоёмы. Они будут продолжаться. В сентябре мы также будем выполнять такие акции по очистке территории. Ну и как бы от себя хотелось бы сказать, чтобы всем, кто находится на отдыхе, приезжает сюда, бережнее относиться к нашему водохранилищу, к нашим берегам. Как отметил, подводя итоги экологической акции на скалодроме, исполняющей обязанности заместителя директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Владимир Исаев, «Субботник» подтвердил, что общими стараниями можно многое сделать во благо окружающей среды и что наши люди – настоящий драйвер экологического движения. Мы с вами приняли участие в единой российской акции. Мы показали, что коллектив Смоленской АЭС привержен тем ценностям, которые он пропагандирует, а именно ввиду безопасности, экологической безопасности. Мы ветераны, всегда поддерживаем такие начинания. Мы любим всё равно ещё быть вместе. Мы любим наш город, мы любим, чтобы было в нём чисто. Мы за чистую планету! В России отмечается юбилей атомной промышленности, которая уже 75 лет держит ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, развивает науку и новые технологии уже далеко не только по ядерным направлениям. Госкорпорация «Росатом» проведёт более 100 юбилейных мероприятий по всей стране, посвящённых отечественному атомпрому. Концерты, фото-выставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель Российской Федерации. Юбилейная программа «Росатома» стартует 20 августа. В день рождения атомной промышленности в 17.00 на онлайн-площадке atom75.ru состоится большой квартирник «Росатома» для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов и ЗАТО. В прямом эфире будут выступать хор турецкого и арт-группа «Сопрано». Квартирник «Росатома» станет первым крупным отраслевым событием юбилейной программы. Во время трансляции будет работать СМС-чат, и каждый зритель при желании сможет поздравить коллег и всю отрасль, передать тёплые слова и пожелания людям, с которыми когда-то работал или продолжает работать. С другими юбилейными мероприятиями можно ознакомиться в календаре событий календарь.atom75.ru На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.